ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти Пройти техосмотр онлайн – бред какой-то Именно такую процедуру активно начали продвигать в интернете некие дельцы Кто-то из них предлагает приехать в определенное место, чтобы сфотографировать машину и внести снимки в единую базу Кто-то просто запрашивает фото чистого автомобиля Цена вопроса от 500 рублей до нескольких тысяч По словам экспертов, если клиенту в итоге и вышлют диагностическую карту, то она будет левой Компетентные органы это быстро определят ТРАССА СТО ОДИН Росстандарт создаст базу идентификационных номеров автомобилей, владельцы которых не откликнулись на отзывную кампанию Перечень будет доступен на сайте ведомства якобы уже с 1 июля этого года Кроме того, информация о том, что машина не участвовала в сервисной акции, как правило, наносит добровольный характер, будет заноситься в электронный паспорт транспортного средства ТРАССА СТО ОДИН В Нижнем Новгороде стартовал выпуск кроссовера Volkswagen Taos Автопроизводитель позиционирует его как самый компактный внедорожник в линейке Стоимость новинки будет объявлена позднее Базовым для машины стал 110-сильный бензиновый атмосферник Будет еще турбомотор с отдачей 150 лошадей Трансмиссия, механика либо автомат, привод с передней либо полной В списке опций, в том числе двухзонный климат-контроль, датчик дождя и света, передний и задний парктроник ТРАССА СТО ОДИН Пользователей электросамокатов в России надо обязательно надевать шлем, наколенники и другую защитную амуницию Соответствующей просьбой общественные активисты обратились в Министерство транспорта Цель ясна, самокатчики зачастую гоняют как бешеные, тут они будут хоть как-то защищены Вообще данная тема в последнее время весьма задевает чиновников В Москве и Питере, например, скорость передвижения на арендованных электросамокатах решили ограничить на уровне 15 км в час Есть предложение разрешить пользоваться ими только после предъявления паспорта ТРАССА СТО ОДИН Ездишь на БЭХе, значит агрессор Почти половина участников опроса, проведенного порталом Автору, уверена, что владельцы машин немецких брендов самые безбашенные А вот с неаккуратностью чаще всего грешат хозяева отечественных авто, в первую очередь Лада Самыми спокойными и невозмутимыми признаны водители на Вольво На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова До свидания ТРАССА СТО ОДИН